Клубы дыма и пламя. Это первые минуты пожара. Горит трехэтажный дом в пригороде Казани. За считанные мгновения огонь охватил квартиру на первом этаже, после чего он начал распространяться дальше. Опасаясь за жизнь, люди выбегают на улицу. Кто-то так и не сможет выбраться на воздух. Пожарные обнаружили тела двух погибших. На столе в 42-й квартире есть бутылки со спиртным, закуска. То есть, скорее всего, что-то люди отмечали. Возможно, были в состоянии алкогольного опьянения. Степень тяжести сейчас говорить трудно. Но, естественно, это затрудняло самостоятельный выход. По данным МЧС, пожар потушили за 47 минут. Но очевидцы видели, как еще до приезда пожарных один из жителей дома, борясь за жизнь, выпрыгнул из окна. С третьего этажа прыгал мужчина. Вроде живой. Госпитализация понадобилась троим пострадавшим. 63-летняя женщина с отравлением угарным газом и переохлаждением была доставлена в Пестричинское ЦРБ. Еще двоих мужчин увезли в РКП. Уже днем стали видны все масштабы происшествия. Видно, что огонь практически полностью уничтожил квартиру, в которой и началось возгорание, и значительно повредил другие. Так что жить в них нельзя. От пожара после и последствий тушения, сажи, копоти и воды пострадал целый подъезд. Все жители эвакуированы. Здесь у нас находится теплое одеяло, одеяло, пледы. На трагедию откликнулись местные жители. Еще с вечера они нанесли все, чем могут помочь в местной лице, где поначалу разместили пострадавших. Уже утром все это перенесли в детский сад по соседству. Видимо, люди в состоянии находятся в таком, что они не понимают, что им нужно. Мы начинаем им предлагать, давайте им хоть шапку вам дадим. Они говорят, ой, да, конечно. Как сообщают в район администрации, никто из пострадавших не остался на улице. Кто-то решил остановиться у родственников. Кому-то предоставляют гостиницу. Нам сейчас обещают жилье в Пестрицах. Дом, квартиру? Гостиницу. Помимо этого, управляющая компания Унистроя согласилась взять бремя ремонта фасады дома. Они уже этим занимаются. По линии администрации Пестрицинского района мы готовы оказать всяческое содействие в ускорении процесса предоставления страховой помощи, в случае, если жилье было застраховано. А вот если нет, то ремонт придется делать за свой счет, либо устанавливать виновника происшествия. И здесь все зависит от следствия. Пока же в предварительной версии МЧС причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования, а точнее, замыкание провода под натяжным потолком. К ситуации подключились и следственные органы. Следовательно назначены судебно-медицинские экспертизы, и проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на восстановление всех обстоятельств превращающего. По результатам проверки будет принято консуальное решение. А уже днем республиканский МЧС сообщил новые детали. Первый расчет приехал на пожар через 19 минут после звонка, уложившись в регламент. А вскоре пожарные будут приезжать в разы быстрее, когда здесь откроют новую пожарную часть. Ромиш Айдуль, Найрат Назипов, Константин Бушуев, Данил Филатов, ТНВ, Пестричинский район. Все новости дня в выпуске программы новости Татарстана на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова